Привет зрители! Эксперимент по стирке белья лёлей. Вот у меня тут мыло есть. То самое, которое из первого единственного пока АСМР с резкой мыла. И я хочу им сейчас постирать. Но я конечно это буду в частях делать, потому что как бы с одной стороны можно на штатив поставить, но штатива сейчас пока тут нет. Моя рука, бельё вот это вот и вот это вот. Почему я к этому вдруг всё-таки пришла? Потому что вот у меня есть тут наполнитель у кота. Покупала я его в пятёрке. Раньше покупала наполнитель Кэт Том, Кэт я уж не помню какой в магните, магнитовский чисто там. Из опилок этих самых, древесных пород. И в общем тот, который чуть подороже, чем был допустим в этом самом магните. Изначально магнитовский был 50. Сейчас в последний раз я его покупала, когда я его видела. Он был значит уже 70 чем-то. Но чисто в нашем магните не знаю как на самом деле. Но в общем короче говоря, что некоторые вещи в нашем магните из-за какой-то там непроходимости жигулка, кишечника или ещё чего, местами бывают дороже, чем в любом каком-нибудь магните того же города, допустим. Ну, в смысле этого нашего Углича. И там было написано, что можно смывать в унитаз. Здесь было написано, ни в коем случае не смывать в унитаз. Я смотрю, они вообще один в один вот эти гранулы. Ой, пардон, там какашки кошачьи. Надо, наверное, вот предупредить фонтажа словечком или как-то их закрыть этим самым облачком. Короче говоря, эти гранулы один в один, как вот в этом самом магните. И тут я вижу в Атаке, в Ашане, точнее он уже Ашан, эти гранулы в полупрозрачном пакетике Ашановские. И на нём, и он там 51, что ли, рубль, такой же большой, даже побольше пакет, чем он был, допустим, магнитовский. И там написано, что можно, ну, то же самое практически, слово в слово, и можно смывать в унитазе. Рядом стоит какой-то наполнитель, тоже древесный, значит, в два раза, ну, в общем, тот, допустим, 51, а этот 99. Практически в два раза, короче, дороже. И они по размеру, по виду вообще один в один, как те, что были у меня раньше, и всё я покупала в этом, в магните. Через эту маленькую простыночку я процеживаю травки. Правда, давно что-то обленилось, а ну, как-то у меня уже две недели не получается делать отвар на волосы. И, короче говоря, оно, кстати, чем я тут смою волосы? У меня тут были всякие обмылки, я немножко их залила водой и решила сварить. Думаю, наверное, что-нибудь получится. И, в общем, я пару раз мыла ими волосы. Один раз мыла без использования бальзама, там остатки осталось, они уливаются, ну, перевёрнуты. Один раз мыла с использованием бальзама. И вот они у меня пышные, хорошие, чистые волосы. На второй день они тоже вполне себе меняемые. Я тут в понедельник ходила за... сейчас я его даже покажу ещё раз в другом уже ролике. Когда это, потому что всё замонтируется, хрен знает. Солнечный аккумулятор, который уже потух. Ну, там написано было, что как бы два-три цикла оно должно пройти, разрядки полностью и зарядки. Потом он будет работать уже в полную силу. Но мне хватило вот зарядить телефон, короче, за день животное. Тут у меня было 14, а сейчас 50. Я-то я не знаю, когда он потух, может быть, было чуть больше. Но, короче говоря, мне хватило, грубо говоря, зарядить на два с лишним раза. Телефон за последние двое суток, учитывая, что я его тут усиленно юзала. Первый раз я его юзала и заряжала. Второй раз я его не юзала, но заряжала. Третий раз я его всё-таки юзала и заряжала. Тут у меня он размораживается страшным видом. Я думаю, это очень будет страшное видео для тех, у кого бомбит. Короче, я ходила с грязной шевелюрой. Ну, в смысле, как бы она была... Другим бы чем-то помыла, она была бы глянная. Она вполне себе, вот она была точно так же, как сейчас. А у меня сегодня вот свежевымытые волосы. Просто заделала хвост, потому что нацепляла цепь сама на свой велик. Ну, и я пришла к выводу, что все эти марки чуть подороже. Вот этот самый... Всё то же самое, те же яйца ведь сверху и потому дороже. Делается чисто маркетингом, уходом, чтобы засорять окружающую среду. Потому что, в принципе, опилки действительно размокают. Они убирают запах, хорошо впитывают и вполне себе смываются в унитазе. Безболезненно. Что те опилки? Что эти опилки? Что какие-то другие опилки? Вид у них совершенно один в один. Ну, и я подумала, что, в принципе, почему бы не постирать бельё вот этой штукой? Не попробовать постирать. Потому что, допустим, я стираю порошком. Сейчас покажу. Мне ещё подруга похожей дарила. Ну, в смысле, вот этот-то мне подруга дарила, а похожий я покупала. Который некоторые мои друзья считают и родим порошком. Я стираю капсулами Ариэль. Если, допустим, вот у меня там Курска. Один раз стирала просто хлопок. Ну, этот персил. Кто-то стирает тайдом. Кто-то стирает какой-то неведомой хренью, которая продаётся дёшево и сердитом в светофоре. Вот моей подруге одной нравится то, что продаётся в светофоре дёшево и сердитом. Кто-то стирает просто супердешёвым порошком, каким-нибудь аистом. Потому что мне как-то в пятёрке попалась одна женщина. Ну, бабушка уже такая. Она меня просила там посоветовать. Жидкий там вариант порошка, как с ним делать. Ну, короче, разговаривались, а я так поняла, что люди вполне себе могут стирать каким-нибудь аистом. Чем-то таким, чем я стирала, допустим, руками. Ручной стиркой. Ну, я решила, что если уж так, то, грубо говоря, химия и там, и там. И, ну, подороже у кого-то порошок. Ну, подешевле у кого-то порошок. По большей части, все эти составляющие, в принципе, не то чтобы идентичные, но очень даже похожи. Ну, поэтому я думаю, я не знаю, конечно, надо было померить ложками. Обычно я кладу 3 столовых ложки порошка, но думаю, может, тут и есть как раз эти 3 столовых ложки порошка. И я вот хочу постирать. О результатах я запишу тоже ролик. Надеюсь, у меня всё-таки будет всё удачно. Поэтому не прощаюсь. У меня тут печенье. Эксперимент эксперимента. Вполне себе удачное. Ломается, и я половину теста заморозила. Ибо я умею забывать про еду. А она мне мстит и умирает. Просто она была мне дофига заморожена. Я решила, что она разморозится во время лежания на сковороде. На сковороде было сало свиное. Я думаю, надо загуглить в телефоне, в какой-нибудь Яндекс, в какой-нибудь рецепт, что вообще с этой капустой пятно делают, помимо паровой её там, допустим, или тушёной. Вчера изначально хотела из меня суп сварить. Но из-за того, что я спахивала на благо нации по собственному рыбанию выходные в жаре в теньке 27. Тепла у меня от жары становится фигово, как я совершенно забыла. И помирала последние два с лишним дня. Сегодня вроде я пока жила, но к вечеру поняла, что на русскую надо всё-таки ещё дозировать. И, в общем, я снова хочу есть. И вот я снова хочу есть. У меня такой отходняк. Он выглядит, как хочется есть, хочется есть, хочется есть. Я решила вот эту капусту запигачить. Вот у меня тут переходничок. Видимо, это вот у нас типа влог такой. Как люди снимают, когда они там куда-то идут, потом они едят, потом они... Точнее, они едят. Я не видела таких влогов. Ну, либо мне не попадались, когда там идут, потом готовят, потом едят. Обычно готовят, а потом едят уже без камеры. Короче, вот здесь у меня салат. Я пару раз уже его отчипнула. У меня оно практически уже разморозилось. Я убавила газ, прикрыла её крышкой. Ну, тут уже несколько раз мешала. И у меня стиралка вполне себе стирается. Знали бы люди, как вы, как меня колбасит. Я нашла тут Акатайм. На самом деле, оно жёлтенькое, но что-то дарёт зелёным. Вот сейчас я смотрю, тут на него так наклонился. Вот как-то свет не так падает. Я не знаю, тут случайно нажала на клавишку, которая делает фотку, но сейчас такой режим, что фотку не делаешь. Не знаю, может, слышно тут на камере, как это всё вышло. Короче, я поставила на Акатайм. Да, тут свет как-то так падает, и я держу не очень камеру. Ну, в общем, отражается оно от зелёного сарафана. Вот это вот оно правильно передаёт, как и я из зелёного, хотел сказать, сарафана, в смысле фортука. И всё остальное правильно передаёт. Не знаю, ещё тут свет, короче, он не контачит со мной. Вот таким цветом оно всё. Ну и, короче, там Акатайма, но то, что стирает, допустим, час двадцать пять, вот эта вот стирка, то оно стирает час одиннадцать минут, я тут изучила. Ещё, оказывается, режим температуры можно поставить любой. На любой, точнее, стирке можно поставить режим температуры. Вот на этой я стирала на четвёртой. Обычно тут сорок, а я стирала на тридцать. И вполне хорошо всё выстирилось. На шестьдесят, я смотрела, там можно шестьдесят поставить. Ну, от шестидесяти до тридцати, короче. Ещё плюс какой-то там есть овт, типа выключенная. Я знаю, может, есть какая-то стирка без температурная. Может, надо погуглить, а может, кто в каментохолку, когда это всё увидит. Когда оно смонтируется, скажете мне. Может, инструкция по применению была какая-то совсем пуцая. В общем, вот оно стирается. Я, правда, не знаю, там как-то оно мыло-то при сорока градусах. Дало какую-нибудь пену или ещё что-то. Сборная солянка. В итоге я сюда сделала два яйца смешила с молоком. Что-то типа омлета залила. И ещё немножко взяла сыра плавленого. Порезала его. И, можно сказать, покрошила. Ну, оно как бы, сами понимаете, что плавленый сыр колбасный, он как бы мягкий. Ну, просто кусочками раскидала. Сейчас он у меня слегка пожарится. Потом без огня постоит. И, надеюсь, мы с вами не прощаемся, и я буду жив. То бишь, что-то вообще совершенно от балды. Что-то меня вот пьёт ноготовку сегодня. А моя машинка продолжает стирать. Вот уже остатки. Вообще я не успела. Когда оно выжималось, тут выпрыгнувало воду, то я пошла как раз за камерой. Думаю, что если тут была вода такая, слегка грязно-мыльная, то, наверное, что-таки мыло у нас растворилось. Не, это не то, что буду там каждый раз стирать именно мыло. Просто мне было интересно, как-то вот. Пройдёт процессор или нет, простернётся там. Но если снова буду резать мыло, то если эксперимент пройдёт удачно, то буду знать, куда это мыло девать. Потому что мыло, которое я делала с этой... Ну, как бы можно в мыло ручную работу добавлять, и визуально оно выглядит, будто со овсяными хлопьями. Ну, а можно и отсюда ещё. Сейчас ещё что-то вылилось. Да, вон, выливается, выливается, выливается. Вот наша еда. Сейчас я её положу на тарелочку и зафотку для кукпэда, куда я записывала все свои прыгания с бубном. В общем, времени у меня на карте остается минут 20. Да ну, у нас уже процессия бытия. Я сейчас, наверное, даже немножечко поем. То бишь, что вы увидите, как я ем, блин. Тут кусок кота. Тиша. И риса. Тиша. Тиша, сегодня дрых на стуле у хозяина. Я когда занавески задёргивала в комнате, то он даже... В общем, встал так аккуратненько. Вот, статевчик. И он даже... Тиша, я тебя не трогаю, ты мне не трогаю. И он так дрых-дрых. Короче, он даже ухом не повёл, что я тут что-то пытаюсь делать. Вот моя еда. Управляю сейчас с телефоном. И у меня чайник, конечно, не согретый. Ну, есть-то хочет. Сейчас мы знаем, что это. Вполне, кстати, съедобно. Только у фенфеля у меня... Там несколько... Ну, не только мелкие такие листики, но ещё и эти стебельки были высушенные. И они как бы как палки. Да. Такая супер маленькая детская вилочка. Сейчас как бы поставить так, чтобы было видно. Куда-куда. Так. Здесь не видно. Здесь видно. Хотя... Ну, вообще можно, конечно, шахтить, штатив покрутить. Но у меня тут где-то минут 20 вообще на карте памяти осталось. Когда всё смонтирую, то я её снова освобожу. Тише, чё ты варишь? Я уже потом подумала, что можно было делать потом в кляре или типа того, чтобы в яйца и муке варять. Ну, она у меня уже на тот момент была на сковороде. Тише, хочешь сыра? Тише. На всё это молоко есть. Помимо твоей еды. Мяу! Правда, хоть я и солила, но как-то не особо тут. Тише. Чё, что ты всё орёшь-то? Да иди за кухню, узри хозяина. Прям второй мукбак сзади. Чё у меня тут чайный, он холодный. Но вполне себе можно им запить немножко. Так как это у нас лов даже без заказа трулящихся. Я, правда, не знаю, что мне там надо варить. Один-то есть как бы жасминовый. А другой чёрный с чабрецом, по-моему, он почти слитый. В общем, тут у нас свиное сало, соль. Два яйца, полстакана молока. Давай 5% верности. Пакет замороженной, я смораживалась прямо на сковороде. Сольной капусты. По-моему, 300 или 400 грамм. Что-то такое. Магнит я брала. И фенкель. Дерезь, шуфуная. А ещё сыр колбасный. Мяу! Иди сюда! Я бы тебе дала этой фигни, да ты, наверное, жрать такой не будешь. Хотя, вот сожрал на меня листик огурца. Я тут ему специально оторвала листик. Думаю, может, он хочет листиков огурца жрать. Мало ли ещё коту не хватает, а ей хочется. Мне кажется, он сожрал его исключительно потому, что вот хозяин хорошо относится к какому-то цветку. Наверное, это дофига вкусный цветок. Или типа того. Точно так же, как с мидиями было и с другими морскими животными. Вот чё ты орёстов-то, а? Тихо. Ты делай сейчас. Тихо. Прям специально для тех, кто любит котика. Только котик бы с ней любит. Котик, видимо, даже не унюхал, что тут вкусно пахнет. Ну, кстати, как-то не сказать, что невкусно и не сказать, что вкусно. Я иду вообще как-то редко нюхаю. Не знаю, чем пахнет. Ещё орёт. Если ты хочешь, чтобы тебя погладили, иди сюда, тебя погладят. Как-то я купила каких-то дофига вкусных сосисок. И знаков у меня хороший был. Ну, сварила, поела там что-то. Двигла спать. И он до двух ночи орал два часа подряд. Чего хотела, ещё не поняла. Потом на себя вместе с ним вышла. Он меня ведёт к холодильнику. И так лапай, скрёп, скрёп. Я открываю дверцу. Он так носом к этой сосиске. Типа, хрен ли, с хозяином купил себе сосиску. А мне не даёшь. В общем, пока я ему не очистила эту сосиску от шкурки. Да. От меня не отстали. Причём даже порезать не дал. Мне так это очистила. И вот. Типа, давай мне её сюда. Хрен ли ты тут мне её не даёшь. А потом, когда испарилась себе, ему другу кусочек дать. Муж типа понравилась сосиска. Он уже её не ел. Да чё ж ты заливаешься-то всё. Тише. Иди сюда. Если б не свиное сало, это и яйца, наверное. Ну, некоторые веганы, вот знакомые веган. Яйца есть, только мясо не ест. Короче, если б не свиное сало, ну, можно было сказать, что это веганская еда. Кстати, очень даже вкусно вышло. Стиралки осталось стирать где-то 12 минут. Сейчас я тут вам покажу. Я тут рассминовый чай хороший в итоге нажила. По чайнику. Самопаливаю. Поэкспериментальным рецептурюльки. Хочетчатенько. В оригинальном рецепте 180 градусов 10 минут, но так как я тут всякого такого зафигачила, а я решила на 190 градусов делать. Держу 10 минут. Не помню, как то было. По оригинальному рецепту. Хотя, и тогда-то я вместо кокосовой стружки кунжут фигачила. А в этот раз у меня была кокосовая стружка, специально покупала. Тут еще кунжут. Мука соевая, мука. Овсяная. Че хоть ты орешь-то там все, а? Петерпевший. Я ему, кстати, предложила это, и дело не стало жить. Короче, мука соевая, мука овсяная, масло кокосовое, мелкий кунжут. Кокосовая, это самое. Может, что-то еще забыла. Кишка, иди поглажу. Ну, а когда горячее было, только испеклось. Я его ложкой разломила. Думаю, с одной стороны мягкое, а с другой стороны вроде как это. Ну, еще думаю, если бы оно было не прописанное, то как бы рукам бы липло. Не держало форму, то все. На кисто не так ушло. Потом рецепт запущу в какую-нибудь неделю. Если ни к какому цели не впишусь, то это почти может стать очень интересным. Почти на веков. Купая. Купая. Малайон, так вот, так вот, так. А, ну, это очень вкусно. видно если не видно в муке смешанной соево-овчаной оно вышло как будто барковное делаем этот раз минофорье на этом самом пердаменте, действительно не прогорает не прилипает и промасливать не надо масло кокосовое у меня на курсметику в основе покупалось а в итоге оно на еду тратится всякое очень хорошее, кстати, масло убрала на огонь на какой-то там скидке пока перервусь, потому что иначе стиралки на результаты не влезут во время ну, и батарея раздражается почти короче, вот мы достирались там вроде этот тент должен убраться или не убраться, забываю стабильно как бы сейчас так аккуратно не упало бы, но то у меня как-то было тут всякая мелочь но оно как бы не чувствуется мыльным на ощупь не знаю насчет чистоты сейчас достану, повешу там пижамка еще и гляну в общем, все там нормально стирался, из плюсов нет запаха порошка хотя тут порошок, которым я стираю в принципе, он не противно пахнет более-менее так нейтрально в общем, тут у нас есть куктовое пюре с манго, два вида груши яблоко, банан и киви надо его доесть тут у нас этот железо наверху было от яблока и киви киви вообще малюсенькое было, но оно очень такое железистое мягкое и сладкое печенки мои вот оно так вблизи на на разломе, на откусе чай мой еще теплый, кстати и сейчас я уже близким планом покажу посуда моя которую я буду мыть уже завтра у меня болит спинка я все-таки еще слегка можно сказать, просужена но, в смысле, уставшая но думать я уже могу вчера вообще думать даже не могла в смысле, когда я начинала что-то думать у меня так голова начинала болеть вот вообще и все лишь потому, что пару дней пахивала по собственному желанию на благо нации на улице на солнцеперке вот она вся посуда моя там Вика в комментах уже написала к посту оставленному мной на стене ютуба что типа любит влоги ну, в смысле, уже два там еще кто-то что-то коммент ну, короче, два человека как бы за тут я просто ее думаю помыть это вообще доисторическая коробочка из той квартиры в ней обычно песок лежит я этот песок покупала уже, ну, грубо говоря еще в той квартире практически два года назад у меня этот песок еще немножко остался сахарничка я не знаю тут она, да вон там вот у меня в сахарничке песочек тут немножко меда я вообще растапливала ну, мне, короче, надо хотела взять с собой в гости но потом поняла, что во-первых, я узнала что у меня гости отменились во-вторых, поняла что растапливать там очень, ну, долго геморно вдруг вы не видели кстати, крючки которые я в атаке покупала которые в Ашане вот тут надо вот эту фигню липку отсобачить крючки я уже выкинула у меня два раза отваливался и тут, и там причем сам крючок нет, не вот это вот а вот крючок от этой липучки и не то, чтобы там на нем что-то было нагружено на одном вообще прихватка висела кстати, по-моему прихватка еще Лоркина у меня еще полотенечко такое было которое потом каким-то чудом оказалось в деревне в прошлом году легкая которая из темения и вроде еще была такая маленькая прихватка но я не знаю может я ее или я ее увязала или она лежит где или она тоже внезапно ускакала в деревню вот этот крючочек на нем обычно досочка висит и вот второй крючочек тоже бывший крючочек вот эту фигню надо потом как-то отсобачить в смысле выбрать время и так до конца отсобачить и не кусочками так что не берите в Ашане крючки которые зеленые во-первых на них досочки не засунешь или вот такие вот фигнюшки ножек Советского Союза что он такой я его постирала вместе с другой посудой ну я мне тогда сказали родственники родственник один одна ну большой такой бак короче на ютубе даже такие ролики еще есть там типа кастрюлю отмыть алюминиевую кастрюлю можно отмыть шкурка от яблока луковица мелко порезанная и соль все это водой залить и в кастрюле в кастрюле залить и в кастрюле с кастрюлей прокипятить а потом уже отмывается ну то что они показывали я даже не знаю что они там делали в этой алюминиевой штуке у меня так всего-то ну где-то потемнело где-то еще что-то один раз потемнело уже сдалась на металлолом маленькая кастрюлька которую я прокипятила со всем остальным том чем нельзя короче Люля тогда зафигачила в прошлом году когда выбиралась из той квартиры в эту кучу всякой посуды некоторая посуда умерла некоторые не совсем а некоторые все нормально стало ну наверное и закругляемся всем пока пока Продолжение следует...